Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас переходим к третьей части нашего вебинара. Еще раз представлю свою замечательную собеседницу. Запись, безусловно, будет и второй, и третьей части. Это Татьяна Генеш, директор хоста физического развития холдинга «Эксперт Групп». Контакты есть уже в чате. Ну а третья часть, Оксана, на ваш вопрос тоже еще обязательно отдельно ответим. Третья часть, сейчас я даже слайд специальный поставлю. Поговорим немножко о релокации бизнеса в Турции, а вообще переезде компании «Мир». Здесь, Татьяна, сначала дам вам просто слово, поскольку с одной стороны вы довольно плотно этим занимаетесь, с другой стороны вы говорите, что начали заниматься этим не очень давно. Но, итак, переезд в Турцию к компании, некий такой, давайте, базовый экскурс сделаем, а дальше уже пойдем по конкретике. Вы знаете, да, сколько существует наша компания, сколько, в принципе, мы и занимались, если есть запрос компании, как это чаще происходит. Происходит это сначала с движения, было, происходило, с движения там по недвижимости, инвестиции, приобретения для себя, под отдых или просто вывод каких-то мелких средств свободных. Потом в общении, в долгом взаимоотношении, когда она у нас по несколько лет, люди приходят к тому, что Турцию они узнают, она им нравится, а не завести ли сюда бизнес второй? Или не займется ли здесь бизнесом? То есть ранее происходило именно таким образом. И это как-то происходило очень органически и легко. То есть люди проходили этап адаптации и после этого подходили к тому вопросу. Вот так вот раз, просто вот так с головы, сегодня утром встали и надо что-то делать, надо бизнес уводить. Такие вопросы стали возникать в этом году. Да, по причинам, которые нам все известны, к сожалению, что сейчас происходит в мире, она вынуждает любого предпринимателя и бизнесмена заботиться и думать, что будет с его детищем завтра. Это и партнеры, с которыми он работает, это и клиенты, с которыми он работает, это и площадки, и сотрудники, с которыми он работает. И он все, каждый бизнесмен об этом думает и боится это все потерять, которые наработки он там годами строил. Это очень-очень сложно. Это, с одной стороны, такая тонкая нить, когда в этой всей ситуации очень сложно с людьми работать, потому что ты понимаешь, какой надрыв сейчас люди чувствуют. Они ведь не от удовольствия или не от какого-то там в голове вдохновения приходят и принимают решение начинать переводить некую часть сначала бизнеса в другую страну, строить все с нуля, а потом, может быть, здесь плотностью закрывать, полностью закрывать, а переводить в 100% составе в какую-то третью страну. Но сейчас это происходит, это вынужденная ситуация, люди ищут, куда можно уйти, потому что ситуация, которая сейчас происходит, она на лет 5 очень плотно будет душить бизнесы, и люди ищут более комфортные условия. То есть, и Турция в этом во всем сейчас в приоритете. То есть, есть арабские страны, в которые чаще всего бизнес уводят. Сначала думаю, что там очень простая и легкая форма налогообложения, что налогов вообще не существует, а когда в это погружаются, понимают, что там большая система налогообложения только скрытых налогов, и не так все легко, и оттуда начинают... Плюс уровень жизни, он очень высокий и дорогой, люди, понимая это, начинают искать и уходить другие локации. Кто-то осознанно сразу же уходит в более комфортные, не такие критические странные условия. Какую работу для этих компаний, делайте вы, хорошо, пришла компания, ведь ситуации бывают очень разные. Кто-то просто хочет, то, что называется модное слово, ужасно не люблю его, но никуда не деться, релацировать сотрудников. Кто-то хочет просто реально открыть бизнес, который бы работал в Турции. Давайте об одном, о другом отдельно поговорим. Да, здесь две разные вещи, надо понять. Есть одна категория, когда, к примеру, люди работали у себя в стране с зарубежными какими-то компаниями, и сейчас у них возникают некие проблемы из-за свифтов, когда они не могут получать гонорары за ту работу, которую они проводят. Это одна история, и по этой истории это просто физически нужно перевести свой офис, открыть дополнительное какое-то подразделение, просто компанию. То есть, если речь идет о таких вещах, то она очень простая, она буквально 10 дней, и юридически компания в Турции будет открыта. Это в Турции иностранная компания, иностранцы имеют право открыть только limited общество с ограниченной ответственностью. Уставной капитал, он невысокий, может быть буквально 100 тысяч лир, и причем эти деньги можно положить, и они не обязаны находиться в 100% составе постоянно на балансе компании. То есть, через месяц, через два их можно все увезти, снять. Физически они не должны находиться. Единственное, с полноценным собственником этой компании может быть лицо, которое и владеет ей, иностранное лицо. Единственное нужно поставить, если физически человек хочет работать, но это другая история, я немножко позже расскажу. То есть, такая компания, которая просто открывает физически, юридически всю документацию, формирует компанию, открывает банковский счет, по стоимости буквально тысячу долларов, 10 дней, и все готово. Это одна история, это очень простая история, человеку проще всего с этим помочь. Сразу момент важный, как при этом регулируется нахождение сотрудников? Это уже физическая принадлежность, это уже другая статья. Это когда просто открывается компания, и деньги за деятельность, за работу сотрудники, к примеру, переезжают, могут переехать в эту страну, они будут жить в этой стране, но все равно работают на третью какую-то страну. Живут в Турции, работают удаленно, там делают не на виду, их государство не видит, налоги с этого оплачивать не нужно, их легализация на территории страны как раз-таки происходит по договору аренды жилья, и да, они просто работают с дома. То есть, это возможно на данный момент, пока условия еще позволяют в таком поле двигаться. Но если, собственно, это когда вот в скрытом поле, когда работают на какую-то третью страну. Если компания, если предприниматель, бизнесмен хочет открыть компанию, которая будет физически крутиться, иметь клиентов, там, подрядчиков, заказы и все прочее на территории внутри страны, Турции, эта история плотно меняется. То есть, все условия открытия компании, там, аренда, помещения, офисы и все прочее, 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 это, опять-таки, юридически по стоимости тысячи долларов, но тут к этому присоединяется еще собственник должен себя легализовать в своей компании. Он собственник, но он не имеет права в ней физически работать. Он должен сначала в эту компанию устроить пять турков, граждан Турции, для того, чтобы устроить одного иностранца, даже себя, как владельца этой компании. И плюс к этому он должен устроить, в том числе, среди пятерых, должен быть еще управляющий Турок. Он может иметь стопроцентные полномочия управлять и принимать решения во всех процессах компании, а можно его юридически ограничить, к примеру, его решение и подпись не имеет силы, если без подписи самого владельца. То есть, в качестве мы так и делаем. Но работать все равно, чтобы одного иностранца устроить, и юридически, и физически здесь работать, значит, в компании должно быть пять турков. На данный момент это очень накладно. Сейчас, в связи с тем, что релокация бизнеса за границей сюда идет крупными масштабами, правительству было подано заявка, заявление, оно сейчас на рассмотрении, на реформы, о том, чтобы изменить вот эти показатели, то есть, чтобы хотя бы был один турок и один иностранец, то есть, их сделать в единичном, в одинаковом рассмотрении. Но пока закона не принято, он только на рассмотрении. Дай бог его примут, и тогда все вздохнут. Но на данный момент с этим немножко сложности. Скажите, пожалуйста, вот ваш опыт, люди, которые приезжают и пытаются в Турции начать бизнес, нанять персонал или, может быть, релокцировать, то есть, все-таки, ну, наверное, трудно представить себе ситуацию, когда ты ничего не делал у себя на родине, но потом приехал в Турцию, и бац, вдруг у тебя все получилось. Но много примеров, когда люди, собственно, у себя на родине вели какой-то бизнес, и потом перевели его, и просто стали работать на ту же самую аудиторию, ну, окей, чуть более турецкую, но тем более, что иностранцев сейчас, в том числе, и из России, из Украины, в Турции, дай боже. Что это происходит? Как это происходит? Это происходит абсолютно в разные сферы. Сейчас переезжают сюда, пробуют интегрироваться компании. Чаще всего это промышленные площади. У нас есть опыт, когда мы помогаем и строим полностью на базе турецкого, турецких свободных экономических каких-то зон, если это большое промышленное предприятие какое-то, что-то производит, производственное предприятие. Мы помогаем здесь это все оформить. Технолог, какая-то основные стратегические сотрудники, главные, базирующиеся, их владельцы привозят со своей компании из другой страны, на главные управляющие позиции ставят, а уже под ними, то есть просто услугу, это делают, стараются миксовать с местными. Потому что по-другому это никак невозможно. Производственные площади стараются строить около портовых зон, там, где, к примеру, есть свободный выхлоп логистики. Это в Мерсине происходит, это в Анталии происходит, это в Адане есть, то есть в Стамбуле есть. И есть, если говорить сферу обслуживания, где небольшими заходом денежных средств люди пытаются здесь свой бизнес релацировать. То есть это есть опыт, когда, к примеру, салон массажных, ну, массажный салон большой, где, к примеру, 25 сотрудников. Вот сейчас у нас на прошлой неделе был запрос, перевод в Стамбул бизнеса, релацироваться, полностью массажные салоны, сеть массажных салонов перевести в Турцию. И на первый этап привести своих мастеров 25 человек. Мы пытаемся с этим помочь. Пока что это все, то есть юридически все это составить легко, но физически людям будет на данном этапе сложно легализовать этих людей, потому что не всем компаниям, еще иностранным дают, или не то, что иностранным, даже местным, не всем компаниям разрешают, дают разрешение принимать, трудоустраивать официально иностранцев. Даже если в компании работает огромное количество турков, скажем так, но какая-то сфера не позволяет, не предполагает, что там должны работать иностранцы, они будут просто давать отказ и говорят, зачем? Размещайте своих. Вот турки, пожалуйста, берите их, работайте с ними. Здесь вот этот момент, но есть лазейки, где можно всегда пройти, стоит только поработать. Здесь как можно сказать, как работаем мы? То есть первая категория, когда мы помогаем людям, это консалтинг, помогаем здесь открыть компанию, ее зарегистрировать, легализовать. Это буквально там, как я уже проговорила, юридический, юрист и бухгалтер к этому подключаются. Это стоимость там тысячу долларов. Но когда мы помогаем проанализировать нишу, куда стоит входить или стоит ли перенести свой бизнес, который уже есть, и как он здесь живется, внедрится, и будет ли он здесь успешен, может быть, вообще этого здесь это плохой опыт будет перевода сюда бизнеса. То есть там бизнесу будет как-то тяжело, но он выживет там лучше, чем, нежели его перевести сюда. Мы помогаем проанализировать, мы помогаем протестировать ниши, собираем все данные, цены конкурентов, кто на рынке работает и все прочее. И после того, как если принимаем решение, что стоит, значит мы потихоньку переводим бизнес. Но в данном случае у нас есть условия, мы работаем, мы открываем гарантированный счет в банке. На этот гарантированный счет заказчик должен завести сумму денег 100 тысяч евро. То есть бюджет мы работаем не менее, то есть в этом, в таких проектах должна быть сумма не менее 200 тысяч евро. 100 тысяч 50% заводится. На гарантированный счет мы приступаем к первому этапу работы. То есть работа, такие проекты, они проходят где-то по срокам 3-4 месяца. И полностью помогаем под ключ построить. Это производственные площадя, это перевоз какой-то техники. К примеру, вот в Германии есть, у нас есть опыт, когда человек работает в Германии, у него там пластиковые бутылки производит он. Он закупил еще одно новое оборудование на 2 миллиона долларов из Китая и хотел делать еще, увеличивать площадя. Но в связи с ситуацией, которая сейчас происходит, он идет наоборот на сокращение и перелокации каких-то своих мощностей с другую страну. И видит перспективной для этого Турцию. Переходит сюда, и мы ему помогаем в этом. В этой и во всей истории. Но гонорар с этого всего, с 200 тысяч евро, 10% по установке, по переводу бизнеса сюда полностью, кроме капиталоемкости, труда, ресурсов. Мы не помогаем с наймом, потому что это самый тяжелый процесс. Отвечать за сотрудников, за людей, с этим справиться в своей личной компании. Поэтому все, кроме этого, мы полностью помогаем. Скажите, что много смущает? Вот в Турции, со стороны, пока не погрузишься в эту тему, никогда до конца не поймешь. Это касается и сферы недвижимости, покупки, продажи, и вот то, что вы сказали, релокация бизнеса. Вот как в России говорят, строгость законов наслаивается на необязательность их выполнения. Вот то, что вы сказали, например, в Турции, тоже не секрет, вот кадастровая стоимость и реальная стоимость, налоги. Вообще, по вашим ощущениям, иностранцы, которые приезжают в Турцию и открывают свой бизнес, неважно, рассчитан он на турок или просто релацируют, вот всю эту законную часть процесса, насколько реально соблюсти, или ты должен как-то погрузиться в какие-то совершенно непонятные тебе правила игры, вполне возможно, что для кого-то это даже, знаете, как сыр в масле, что ты будешь делать какие-то, как-то сбоку все время заходить. Вот ваш опыт, тем более, что вы работаете и давно, и глубоко на этом рынке. Вы знаете, я хотела бы сказать, у меня есть опыт работы и в странах СНГ. У нас был большой бизнес и там, во всех городах, когда у нас было производство текстиль, у нас были розничные и оптовые точки в странах Азии, в Казахстане, в Кыргызстане у нас были, были в некоторых регионах России. И я знаю, как работает бизнес там. У меня есть чем сравнить, говоря о каких-то вещах. Что мне нравится? Я говорю свои ощущения работы в Турции и работы за границей. Они ни в коем случае, это значит не на всех. То есть это лично мои ощущения, и как я это вижу. В Турции есть такая вещь, когда ты себя чувствуешь в безопасности и защищенном. Здесь нет вопроса отжать бизнес, закон, то есть очень красивым способом, как это в мире происходит, через какие-то серьезные государственные или частные структуры, махинации, там все прочее. Либо же вот в буквальном физическом образе просто взять, отжать насильственно. То есть этих вещей здесь нет, они никогда не происходят. Вот 18 лет здесь в бизнесе, и есть компании, очень приятно, я иногда даже об этом рассказываю на своем YouTube-канале или даже на своей странице Инстаграма. Иногда, когда я вижу какие-то вот прям живые вещи, мне прям хочется о них поделиться. К примеру, отель, борут серия борут отеля. Этому отелю, серии этого отеля более 50 лет, и она в составе одной семьи. Почему так происходит? Потому что здесь этот бизнес никто никогда не придет и не отберет. Если ты сам не допустишь какие-то ошибки в ведении этого бизнеса, какие-то проигрышные ходы и все прочее, то, к чему тебя приведет к банкротству, к примеру, и исчезновению компании. Если ты сам своими ходами этого не сделаешь, то бизнес органически будет расти, работать, двигаться, может быть, расти, может быть, в какой-то стагнации на определенном уровне, но он будет существовать. Есть огромное количество ресторанов, когда с 1945 года, с 1963 года. Ресторан, сеть ресторанов. И они в составе одной семьи, которой сначала папа управлял, потом сын управляет. И они органичны, и они работают. Никто не боится, что придет, кто-то отберет. Если говорить с точки зрения, и это приятно. Ты не боишься, что ты сейчас разовьешь хорошую большую сеть, а кто-то придет, кому-то понравится и на готовое встанет. Это отсутствует. С точки зрения налогоблажения, как здесь происходит? Здесь есть открытая форма, так же, как вы проговорили, в кадастровом сфере, в кадастровом управлении, и закрытая. К примеру, государство регулирует эти моменты таким образом, что оно говорит, не надо уводить деньги из страны, работай внутри страны. Даже огромное количество, к примеру, турков живет за границей в Голландии, и в Германии. 8 миллионов, или сколько миллионов, или 3 миллиона, я не вводу цифры, точно не могу ошибаться, но знаю, что огромное количество. Они там зарабатывают большие деньги, потому что там евро и все прочее, там пенсии большие, но вкладывают и приводят опять в бизнес, они эти деньги в Турцию. Почему? Потому что здесь государство создало такую основу налогоблажения, в которой тебя не душат, в которой тебе позволяют комфортно работать. Например, государство прекрасно понимает, сколько себестоимость строительства у девелопера, у любого. Она понимает, сколько стоит земля, она понимает, какие налоги, то есть если говорить вообще про налоги, здесь основные налоги, это налог НДС 18% и подоходный налог 20-23% в зависимости от какой сферы. Ну и 18% НДС, они тоже где-то, они всего лишь 1%, если это пищевая какая-то продукция, и 18, к примеру, в строительстве. Но при этом государство понимает, сколько на самом... И также государство понимает, сколько конечный этот продукт стоит на рынке. Очень много маркетплейсов, куда можно зайти, увидеть в определенных районах, сколько стоит на рынке рыночная стоимость той или иной квартиры. А в кадастре эта квартира там на 50%, на 30%, на 40% занижена цена. И государство говорит, я знаю, я закрываю глаза, но ты не уводи деньги страны, а продолжай работать в этой стране. Таким образом она перекрывает вот этот дефицит или вот эту проблему, когда компании или бизнесы хотят уйти в другую страну. Они работают внутри, государству это выгоднее. Но также, к примеру, вот в любую другую сферу. Приходит налоговая система, приходят налоговики, официально, не от себя лично, используя корочку налоговика. Они приходят и говорят, вот смотри, элементарно, вот у нашего друга, у него сеть хамамов. Хамам, спа-салонов в пятизвездочных отелях. Вот к нему приходят и говорят, вот смотри, я знаю, сколько ты платишь аренду этого помещения, спа-салона этому отелю. Приблизительно. Я могу это увидеть. Я знаю, сколько у тебя приблизительно должна быть выручка тогда, чтобы окупить то, что у тебя происходит. Но вот налоги ты оплачиваешь значительно ниже. 20% от 100. И я не против. Но давай как-то делиться. То есть я себе сейчас выписываю на официальном бланке налога, от налоговой, выписываю тебе счет. Плюс там еще 30% от суммы, которую ты оплатил. Плюс. Если ты приходишь и оплачиваешь, ты с этим соглашаешься, все окей, никаких проблем. Оплачиваешь официально в налоговую по твоему региону. Если же тебя это смущает, и ты не согласен, несправедливо с тобой поступили, ну тогда давай мы назначаем комиссию, налоговая приезжает, проверяют, аудит проводят. Если выявят действительно нарушение, ну значит заплачешь, как вот по справедливости. Все с этим соглашаются, никаких проблем, в определенные сроки там дают месяца 2-3 для того, чтобы эти налоги оплатить. Вот система, если на коленке говорить, она движется именно таким образом. Всем и с этим комфортно, и все это понимают, и все так работают. Единственное, можно сказать, даже вот эту аналогию на недвижимость перевести. Почему, к примеру, в Стамбуле 100%, у меня даже мои сотрудники, мои ребята, моя команда спрашивают всегда, Татьяна, почему нас задают иногда клиенты, мы не можем ответить, почему в Анталии или Алании стоимость рынок и кадастр отличаются на 50%, а в Стамбуле она буквально один к одному. Потому что Стамбул, это все-таки экономически имеет на мировом масштабе серьезную точку. Это верно, да. В Стамбуле огромное количество иностранных компаний, которые имеют представительство. То есть по отношению к внутренним инвесторам и бизнесам это количество, то есть процентом соотношения, оно высокое. Это 70% это турецкие компании, 30% это иностранные компании. И государство не готово там уходить в систему того, чтобы для них были такие же условия. Но сделать так, что для иностранной компании будет налогообложение такое, а для местных компаний такое, в Турции это не их принципы. Это нелогично и неправильно. Проще сделать. Если тебе не нравится работать среди волков на рынке в Стамбуле, пожалуйста, уходи в мельче регионы и работай по той системе, на которую я закрываю глаза. Но весь Стамбул будет работать по 100% системе налогообложения. У нас, к примеру, даже в Стамбуле, если говорить конкретно про нашу компанию, налоги, которые мы оплачиваем в Стамбуле, с учетом всех расходов дебет-кредит, у нас остается мизерный доход. Мизерный доход. Почему? Потому что там большую часть, то есть мы оплачиваем около 40% это налоги в Стамбуле. Но мы себя там чувствуем, это наша лояльность, это доверие к нам клиентов, потому что мы должны присутствовать в большом регионе. Катьяна, ну смотрите, почти полтора часа проговорили, но еще осталось, во-первых, несколько вопросов и еще хочу спросить немножко в отдельную сферу. Мы с вами забыли коснуться этого вопроса, а вы вначале о нем говорили, что у вас есть еще, это возможно кому-то из наших зрителей будет интересно, одна из частей вашего бизнеса, связанная с сельским хозяйством и с возможностью инвестировать туда, то есть с возможностью инвестировать не только в недвижимость. Буквально давайте пару слов об этом и потом ответим на оставшиеся вопросы и будем закругляться. Да, хорошо. Вы знаете, вот мы проговорили, немножечко хотелось бы дополнить к той теме, которая плавно переходит и взаимосвязана с тем вопросом, который вы задали. Какие все-таки бизнесы органично могут войти здесь, в Турции, с чем здесь можно работать? Этот вопрос, я думаю, интересен всем. Здесь можно входить во все сферы услуг. Это бьюти-система, которая здесь не на очень высоком уровне и как раз-таки самые красивые женщины, самые красивые, есть спрос, будет предложение, она будет с каждым разом только улучшаться. И поэтому принцип у страны бывшего Советского Союза самые ухоженные женщины, самые красивые в этом отношении женщины именно в средних, то есть в странах бывшего Советского Союза. И вот эта система настолько отточена, ее здесь не хватает. Специалистов этих здесь не хватает. Они могут здесь органически развиваться и занять хорошие ниши. Здесь не хватает, здесь на очень низком уровне инфобизнес. Ниша свободна. В нее серьезные люди, ну то есть не цыгане, а серьезные люди, серьезные эксперты могут свободно заходить и создавать команды, компании и все прочее. Инфобизнес – это что имеется в виду? Как по какому вы говорите? Это обучающие платформы серьезные. Обучающие серьезные платформы в любой нише, то есть на любую тему. Экспертность. В России таких экспертов, к примеру, очень-очень много. И им здесь открытая дорога. Здесь, к примеру, открытая дорога в логистике. Логистика, связанная с экспортом. Если, к примеру, есть возможность выхода на покупателя, на оптовика, который будет закупать овощи, фрукты, к примеру, или другой товар из Турции, то это прямая дорога, что это будет очень успешный бизнес. И в принципе, в логистике у нас есть отдельное направление логистики, где мы также помогаем в этом направлении. Здесь будет очень, здесь будет очень комфортно находиться, сейчас я вам скажу, это хостелы. Здесь вот в прямом смысле для новой молодежи, для нового направления людей, которые любят коммуницировать, не любят закрытые отели, где там все разошлись по своим номерам. А вот уютные, очень много в Питере таких, в Москве, по всей России, в Европе, в Турции есть, а не только лишь в Стамбуле. В других регионах их нет. Считается, что пятизвездочные адели не могут быть с ними конкурентны. Но молодежь, то есть это блогеры, это огромное количество людей, их все больше и больше, они хотят видеть именно такое комьюнити. Они для себя не находят таких мест. Хостелы очень хорошие, это не огромные вложения, но они дадут хороший выхват. И рестораны, рестораны, к примеру, суши, рестораны итальянской кухни, рестораны, которые рассчитаны будут на организацию торжеств. Здесь нету красивых ресторанов, где можно было бы прийти и будет торжественный банкетный зал, в котором можно красиво прийти пригласить людей, друзей и провести там время. Наша аудитория это любит, здесь этого нет. Здесь такого нет. Иногда очень большие инвесторы, которые приходят, делают здесь большие покупки, успешные покупки. С выхлопом они говорят, вот хочу всех пригласить, закажите какой-нибудь шикарный ресторан, зал банкетный, а его нет, невозможно. Или, к примеру, инвенты, компаний по инвентации. Да, инвенты. Они есть, но они очень примитивные, и серьезные люди, которые в этом варятся, не могут заходить. То есть это вот все, что касается недорогих вложений. Понятное дело, если с волками где-то работать, какие-то серьезные предприятия, где расходы и бюджеты вложения от 500 тысяч, от миллиона выше, но там уже надо тестировать нишу, это уже отдельный разговор. И плавно мы подошли к аграрному сектору. Аграрный сектор, а именно, к примеру, теплицы нового поколения, где полностью создан весь микроклимат для быстрого созревания определенных фруктов, овощей, и за год больше воплодоношения, то есть как количество, так по срокам и качествам. Вот мы первые, у нас есть теплицы, мы в этом развиваемся, есть акционерное общество, где каждый инвестор может войти, но это успешно у нас линия развивалась до 21 года, с 2016 до 21 года. Вообще все развитие в банановой промышленности, отрасли в Турции, она пошла с того, что всего лишь 20% было производства внутреннего банана и 80% это были импортные бананы. Но условия в Турции позволяют выращивать сорт, к примеру, гренвич, который идет также там с Африки бананы, с той части, где больше всего мы видим на прилавках стран СНГ. Но для этого государству нужно было запустить этот пилотный проект, чтобы он зашел по предпринимателям, по бизнесменам. Они устроили тендер в 2006 году, когда, к примеру, все расходы строительства одного-двух гектара теплицы 50% безвозмездно возвращает государство. Вложение делает государство, то есть сначала делает вложение бизнесмен, предприниматель, а потом в течение года все эти расходы 50% возмещает государство, причем безвозмездно. Единственное, в такой системе нужно 100% потом показывать налоги. Там уже не укрыться от этого никуда. Первые теплицы мы свои начинали по такому принципу, потом мы стали от этого уходить уже без поддержки государства. Но на вот такой поддержке государства, то есть буквально за 3-4 года государство покрыло полностью 80% импортного банана на территории страны. И теперь сейчас уже готовят все условия для того, чтобы здесь упаковочные цеха, упаковочные площади, на это идет помощь, тендеры, поддержка государства, для того, чтобы создавать условия уже экспорта. Не только внутреннего потребления, уже даже на экспорт этих банан. Сначала за 4 года перекрыли, и вот за 4 года рынок был не вспаханное поле, и тогда окупаемость вложений там буквально 250-300 тысяч долларов, теплицы там полтора-два гектара выходила окупаемость за 2,5 года. Это было колоссально. Сейчас уже по истечениям срока появились сильные игроки, которые заняли рынок, которые диктуют уже себестоимость и стоимость банана, оптовой цены и все прочее. Сейчас уже окупаемость выросла до 5 лет, но тем не менее 5 лет это тоже хорошая, очень хорошая амортизация и окупаемость, то есть вложений. Сейчас в мире, если 5 лет проговорить где-то в Европе, для них это вообще шикарно, потому что у них любой бизнес, он стабилен, суперстабилен, но выхлоп, окупаемость у него очень длительная, потому что 70% это налогообложение забирает. Ну и в России и во всех странах где-то такая же история, ну не такая, как в Европе, но бизнес, который дает 5 лет, это очень хорошая история. Управление, конечно, это капиталоемкие с точки зрения даже не труда, а ресурсов, на данный момент вложения должны быть не более, не менее 500 тысяч евро, с меньшей суммой это уже огородное хозяйство получается, которое на своем приусадебном можно разводить. и управление, полностью мы берем управление на 3 года в компанию, то есть мы построили теплицу, открыли компанию, все площади создали на собственника, а потом берем работу уже в обслуживании, эту компанию с этой теплицей физически, мы за ней смотрим, мы несем все риски и все прочее, прочее. Собственник только получает раз в год, первый год бананы кладят один раз в год, в последующие года опускается уже каждые 8 месяцев. Это интересно, это интересно, но еще одна возможность, еще одна возможность, естественно, вложения в такой бизнес, они подходят под то, о чем мы с вами говорили во второй части, это возможность легализоваться в Турции. Это возможность очень круто легализоваться, это очень перспективность с масштабированием. Очень перспективно. Так, давайте теперь к вопросам, которые у нас были за последнее время. Вот ваш рассказ с одной стороны абстрактный, с другой стороны из жизни, очень интересный по поводу налоговой, которая приходит. Видно, что людей вопросы налоговой очень интересуют. Повторно налоговая не приходит, то есть, если ты штраф оплачиваешь, все, ты как бы на какое-то время чистый. Зачем ей приходить? Вы понимаете, здесь отсутствие, здесь отсутствует на уровне ментального понимания задушить бизнес. Зачем она будет приходить? У нее нет в этом смысла, у нее нет желания задушить бизнес, истребить его, уничтожить или в карман положить. Нет. Здесь работают правила, эти правила внегласные. Один раз пришли, в год получили и это все, до следующего года она не придет. До следующего квартала. При закрытом ведении бизнеса сотрудник работает на основании аренды. Ну, когда тут история с релокацией такой простой. Есть ли какие-то ограничения по срокам, по времени или в данном случае мы просто можем говорить? Вы знаете, сейчас из-за колоссального потока, это вопрос, с чего, собственно, мы начали весь разговор в сегодняшнюю беседу. Видим ли мы динамику того, что огромного спроса переезда в Турцию как бизнесов, так и просто физически людей? На данный момент, вот в той точке, в которой мы сейчас находимся, динамика роста выросла, наверное, ну, в 300%. И сейчас государство стало более отборчиво. В каком плане? То есть государство сейчас уже стало ставить принципы, в которых, если человек не полезен для страны, иностранный гражданин, а является просто обузой, нагрузкой, которая пользуется страной, приезжает, гуляет и все прочее, они дают просто максимум время, полгода, год. Пожить, прижиться, присмотреться, понять, мое не мое, а потом давайте либо что-то вкладываемся, открываем, то есть заводим именно финансы и продолжаем уже здесь жить, легализовать, либо, пожалуйста, покиньте страну. Вот сейчас все идет и происходит именно так. Миграционные службы сейчас ее перевели на контроль МИДа, она уже не подвластна на прямую государству, и сейчас ситуация, то есть закон очень жестко идет, бывает, что на основании аренды могут любому иностранному гражданину дать срок пребывания в стране только лишь три месяца, и причем нельзя прийти и сказать на каком основании, вот раньше закон, вот нельзя привязать к какому-то закону, сейчас они искали, могут полгода дать, могут год дать, вы знаете, совершенно по-разному, для нас это сюрпризы, мы каждый день оформляем, то есть у нас юридический отдел, который в рамках постпродажного сервиса занимается оформлением и получением легализации наших клиентов, и для нас сюрпризы, мы сейчас не понимаем, вообще логику не понимаем, кому дадут, кому не дадут, понятное дело, если покупка недвижимости не в закрытом районе и на сумму 75 тысяч долларов не менее кадастров, то в таком случае отказать просто не могут, не имеют права, но если это аренда, в таком случае могут легализовать только лишь на три месяца, на полгода или на год. С последующим либо пролонгацией, как им это уже в голову придет, либо с отказом заведите деньги и тогда будете продолжать в этой стране жить. если получен ВНЖ, через какое-то время район закрывают, имеющиеся ВНЖ по вашему опыту продлевают? Конечно, то есть это не распространяется, как-то кто-то из моих коллег проговорил, как так, это так несправедливо, как так в один день изменили закон и все теперь невозможно, но все, что касается прошлого опыта, бэкграунда, его же не затрагивает это. Если у человека в этом районе куплена недвижимость и уже было подано ВНЖ до этого и сейчас идет продление, конечно же, этот вопрос его уже не коснется, его этим вообще не касается. Это все начинается с той точки, как только был принят закон и для всех последующих людей обращающихся в этом отношении в государство, в ту или иную инстанцию. Если же человек в этом районе имел недвижимость ВНЖ, но хочет продать квартиру и переехать буквально на соседнюю там улицу, совершенно другую квартиру, его вот эта вся история нарушится. Вот с нуля он уже не сможет там заново получить, то есть это уже новый порог начинается. Окей. Район Оба в Алании, он подходит для ВНЖ? Да, он подходит. На данный момент пока что он подходит, потому что там 80 на 20, 80 турков и 20 иностранцев это еще порог не перешли. он открыт. Я его просто зачитаю, не очень понял. Если купить по ВНЖ два объекта, то один сдавать в аренду, только как ИП или физическое лицо. видимо вопрос про сдачу в аренду объекта одного в Турции с этим не очень просто. Есть пять. Яна, можете конкретизировать, но суть примерно в этой сфере. Я, наверное, уловила суть. Здесь стоит вопрос так, что если у человека мысли я покупаю две квартиры, в одной квартире я буду жить, а вторая квартира будет сдаваться, и я на пассивный доход буду жить. Вопрос именно в этом или где-то приблизительно об этом. То как с этим обстоит дело? Здесь, опять-таки, аренда это такой вопрос щепетильный. С одной стороны есть практика, с другой стороны есть теория. По теории недвижимость, у которой нет условий для получения лицензии, то есть недвижимостью сдача в аренду, короткосрочная аренда, недолгосрочная аренда, ей может заниматься та квартира, то есть предпосылки у которой либо та недвижимость, которая находится в условиях одного здания, в этом здании не менее 20 квартир, которые все сдаются, и внизу созданы условия под ресепшн. Вот тогда на вот такие условия физические можно пойти и получить лицензию на сдачу в аренду короткосрочную, сутки, неделя там, и все прочее. Долгосрочность здесь считается от 6 месяцев и выше, это уже долгосрочная. То есть в таких случаях эту квартиру, с одной стороны, если таких условий нет, лицензии нет, короткосрочно месяц, два, три сдавать нельзя, это теоретически, но практически ее можно сдавать, все только зависит от того, что в окружении, если никто не пожалуется, полиция просто не проезжает и не проверяет, если нет запроса, заявления. А если долгосрочно, долгосрочно можно сдавать, почему нет, составляется контракт на полгода или на год, указывается сумма, которая не облагается, на данный момент это, по-моему, 6 тысяч лир, в контракте указывается эта сумма, этот контракт заверяется в нотариусе и все, в принципе, то есть это та сумма, которая не облагается налогом и вы получаете доход и люди живут на долгосрочной арене. Окей, Татьяна, еще пара вопросов буквально у нас, значит, вопрос от Яны, уже такие бытовые для вас, как для человека, который в Турции живет, знает и любит. По ВНЖ можно ли устроиться на работу? Востребовано ли через запятую риэлтор, потоков, массажист, потовет консультант техники? Вы знаете, в последнее время с вот этим огромным наплывом в этом году были изменены условия. Почему они были изменены? Миграционная служба стала жестче в отношении людей, которые не имеют фундамент в базовых потребностях, то есть не имеют бэкграунд каких-то финансов, а приезжают сюда, у них буквально на месяц, на два, на три денег, а дальше они ищут, чем бы здесь заняться. Становятся блогерами, становятся суперэкспертами, риэлторами, которые, есть такой опыт, знаете, звонит мне моя подруга, которая является лицензированным историческим переводчиком и тот, который туры проводит, профессионально заканчивала институт на эту тему, получала диплом, она владеет русским, английским, и она говорит, я как переводчик, меня находят в интернете и обращаются, и говорят, мне нужен переводчик, но на постоянной основе, она говорит, так замечательно, в чем будет заключаться моя работа, потому что работа будет заключаться ездить со мной везде и просто переводить, а в что переводить, в какой сфере, я буду риэлтором, вы понимаете, то есть я вот этим занимаюсь там в Москве или где-то, а сейчас я вот вижу рынок очень активный здесь, и я хочу работать здесь, но единственная преграда, не знаю языка, было бы супер, если бы это было единственное, то есть этот человек не понимает ничего и людей, которых он ведет куда-то, эти люди бедные, несчастные, неизвестно, что будет с ними завтра, поэтому очень много людей, это одна из историй, причем она взяла и на такое направление, да, говорит, хорошо, я с тобой пробуду, она поехала, она такая очень, и после этого этого человека депортировали. Другая история, другие похожие истории, когда люди, блогеры, представляют себя как риэлторами, берут задатки, у них есть умение улаживать, уговаривать людей и давать доверие, показывать доверие по отношению к ним, и на этом самом люди берут задатки, им отправляют задатки кому-то 4 тысячи, кому-то 5 тысяч, где-то были даже случаи 40 тысяч долларов, а потом там набрали, там набрали, и завтра этот человек испарился. И потом заявления в полицию, и таких заявлений в последний год стало огромное, колоссальное количество, и государство начало на это реагировать, то есть в связи с этим начались везде проверки, в связи с этим стали очень жестко контролировать трудовое разрешение на работу, и если, не дай бог, у человека выявляют, что он работает, а у него нет трудового разрешения, значит, его депортируют. Причем депортация будет происходить буквально сегодня тебя поймали, ну, то есть произошел случай, ты попался им на глаза, тебя поймали, тебя садят в определенный полицейский участок, ты ночь там ночуешь, но следующее утро тебя депортируют. Все. Вот таким образом происходит. С одной стороны, это хорошо, потому что портит репутацию Турции, такие люди. Их в последнее время много. Но трудоустроиться по ВНЖ невозможно. То есть вы приходите в какую-то компанию, и компания должна вас принять на работу и решить, принять решение вас трудоустроить. Трудоустройство компании одного человека занимает первоначальный пакет документов по стоимости около 80 тысяч лир. Это около 7-8 тысяч долларов. И для того, чтобы компания решилась пойти на этот шаг, значит, она должна понимать 100%, что такой специалист нужен ей, и он будет эффективен в компании. если человек хочет устраиваться гидом летом, скажем... А это другая история. Тур компании, то есть туристические компании и отели в том числе, они имеют лицензии тур компании. Туризм. Они имеют право на время нанимать. у них другая лицензия совсем, там другие правила. Они нанимают студентов как на временный пока сезон, ну, там другая форма. Совершенно другая форма. Там это не проще. Да, там проще, там совсем другие условия, там понимают, что 100% нужен специалист временно на сезон, который владеет русским языком, его легко обучить на каких-то базовых вещах, и он отработает, потом его можно уволить. Турецкий вообще обязателен или с английским в Турции можно? Турецкий язык, турецкий язык здесь все сложно. Его мало кто понимает и говорит на нем. Поэтому как бы в этом отношении он не является базирующимся, на основании которого человека могут принять на работу. Но огромное количество компаний, которые к примеру даже финики сейчас. Почему тоже финики? Почему мы видим там со многих факторов развития возможности перспективы высокого роста и развития этого региона? Почему? Потому что там находится к примеру это аграрная столица, там находится огромное количество теплиц. Это самая большая доля рынка, откуда уходят на экспорт фрукты и овощи. То есть все томаты, кабачки, баклажаны и перец уходят с той стороны. И там по всех компаниях требуются для экспорта русскоговорящие сотрудники, потому что большой экспорт, большая доля экспорта уходит в страны высшего советского союза. компаниях в самом начале был вопрос уже последний, который в рамках нашего вебинара. Вопрос был очень простой. В самом начале ваши ощущения Турция и турецкая медицина? Потому что сейчас знаете маленькая ремарка в сторону. Скажем, про Европу есть такой стереотип, там великолепно развитая медицина, но если ты обеспеченный человек, очень обеспеченный, все идеально. Если средние руки тяжело, если ты не очень богатый, ну тогда вообще тяжело. Как бы вы оценили Турцию? Вы знаете, если говорить вообще в общем про медицину, она на высоком уровне. Самое большое количество по миру аккредитированных по международной системе клиник находится 167 или 157 именно в Турции. На каком основании, на каких фактах получают аккредитацию? Самое большое количество специалистов, которые прошли переподготовку в Америке и Европе, это раз. Самое большое количество специалистов, которые говорят, кроме как на турецком и на английском языке, специалисты, профессора, врачи, доценты, то есть это те врачи, которые и самое большое количество клиник, в которых суперсовременное оборудование. Это находится в Турции и самая большая аккредитация по миру именно в этой стране. Другой вопрос, у государства есть вектор развития, который еще с 2015 года в развитии медицинского туризма. И для этого они создают большие площади, большие больницы, клиники государственного масштаба, которые будут на 4-5 тысяч мест, кроватей для принятия пациентов, которые именно будут рассчитаны как на внутренних пациентов с разных регионов и городов, а также и на внешних. Если сравнить аналогию медицины, к примеру, с Европой и Турцией, то в Европе медицина на 50 или на 40 процентов дороже, чем в Турции, но уровень обслуживания практически на данный момент одинаков. Это вот сами же говорят пациенты и люди, которые столкнулись. Если говорить по уровню, вот, к примеру, иностранец, который переезжает жить сюда, получил ВНЖ, а что дальше у него с медициной? Первый год он будет пользоваться медициной платной, то есть она будет для него доступна, но платная и желательно, конечно, чтобы серьезных каких-то проблем со здоровьем не происходило. То есть если вот у одних наших клиентов возникли проблемы у супруги, была операция и все это обошлось около 6 или 7 тысяч долларов, потому что человек пролежал, сделали операцию, обследование сложное было вычислить, выявить, в чем именно проблема, то есть там скрытые какие-то были диагнозы. Это все обошлось, это дорого, но человек, когда проживает и ни одна страховка, которую делают иностранцы, приезжая сюда для ВНЖ, это просто фикция. Страховка стоит там 2000 лир на год, но обслуживание в медицинских учреждениях стоит намного дороже. Конечно же, она ничего не покрывает, она только стационарное обследование, и то там не обследование, а просто прием к врачу, там, когда катору, еще что-то. Ребенок чихнул. Да, ребенок чихнул. По сути, ни о чем. Но через год государство, если постоянно иностранный гражданин, легализованный по статусу ВНЖ в Турции, проживает не менее 85% на территории Турции, хоть каждый день пусть выезжает, заезжает, но вот 85%, как он на территории Турции в течение года живет, 360 дней, из 360 дней, то на второй год можно подать на государственную страховку. И государственная страховка, она по накопителям начинает увеличивать его страховое обеспечение, гарантии страхового обеспечения, там, в разрезе буквально даже обеспечение там 60 всего лишь на 40 по оплате. Это тоже очень большой вклад, плюс, поэтому здесь так неоднозначно, конечно, есть частные клиники, есть государственные клиники, я сама всегда хожу чаще в частные клиники, потому что государственные клиники, они очень хорошие, хорошо оборудованы, хороший уровень специалистов, но туда всегда огромные очереди. Ну, то есть, есть очередь, к примеру, ты записываешься на приемы, попадешь только к профессору через 2 недели. Не очень эффективно, если что-то срочно, или человек, если загружен, работать. Поэтому легче пойти в какие-то народные клиники частные, где очень хороший уровень обслуживания, все быстро проведут. Дорогие друзья, почти 2 часа заняла наша беседа, надеюсь, вам было интересно, судя по тому, сколько зрителей у нас сейчас, так оно и есть. Татьяна Гюнеш, директор по развитию компании Эксперт, холдинга Эксперт групп. Татьяна, ну и тогда уже в заключении спасибо вам, во-первых, огромное, и от нас, зрителей, много, много благодарностей было и раньше уже. Просто буквально в двух словах давайте опубликуем еще раз контакты Татьяны и уйма о чем поговорили с вами, но чтобы все-таки в деловую сторону в итоге вывести наш разговор, с какими запросами к вам вот сейчас можно обращаться, что к вам, что не к вам, чем еще разочек вы занимаетесь, чем вы можете помочь заинтересованным людям? Чем мы можем помочь? Всем людям, которые хотят переехать в какую-то другую страну из своей страны или вывести деньги, комфортно их заземлить, надежно их заземлить и сомневаются анализ там, какую страну выиграть. То есть с этим вопросом мы тоже можем помочь, потому что мы постоянно проводим аналитику, постоянно проводим прогнозы разных стран, где какие условия, это раз. И человек, чтобы было проще обратиться в какую сторону, в какую страну ему пойти. У нас есть даже партнеры, к примеру, мы не тянем, никогда нет такого понимания тянуть только лишь на Турцию, отталкиваемся от приоритетов клиентов. У нас даже есть клиенты, которые до определенного момента с нами шли по Турции, то есть вложения делали в Турцию, но какие-то, как раскладывать по разным корзинам свои возможности. И также есть приобретение в Америке, они нам предлагают даже там франшизу по Америке, то есть в нашей компании франшизу и туда. То есть поэтому у нас есть связи, где мы можем распределить и подсказать, это вот не сюда лучше, а туда, в зависимости от того, что у человека в голове и какие у него проблемы и боли и цели. Это первый момент. Второй момент. Если люди собираются переезжать на ПМЖ, очень важно попасть туда, где все будет с легализацией у них легко и просто, особенно если к этому еще идет вопрос обучения детей, вопрос трудоустройства. С этими вопросами мы тоже можем помогать, в том числе как с продуктом вместе. Мы можем помочь, если это легализация бизнеса, маленькая, как открытие компании, так и до перевода всех мощностей и трудового состава всей компании, менеджмент компании. Мы можем помочь с инвестиционными портфелями, когда человек просто хочет зарабатывать, он инвестор, он бизнесмен, но который не хочет физически участвовать в бизнесе, разбираться и копаться, что с ним и как с ним. Он дает деньги, он понимает, сколько он вкладывает и сколько он получит через определенный период времени. То есть и с гарантиями того, что то, что говорим, это происходит. Со всеми этими возможностями, со всеми этими ресурсами, с офисами, которые у нас есть, штатом сотрудников и подразделениями, то есть моя команда, мой тыл, мы со всем этим можем помочь те, кто хотят переехать в Турцию. У нас есть офисы Алании, Анталия, Стамбул, Финики, и во всех этих офисах у нас есть подразделения юридические, подразделения постпродажного сервиса, когда мы ведем еще, помогаем адаптироваться в стране, помогаем трудоустроить детей в детские сады, школы, образовательные центры, заболели дети, можем помочь, назначить там прием к врачу, посоветовать. То есть мы становимся друзьями, клиента ориентированность для нас это номер один и мы становимся друзьями с людьми на долгие годы. Это самое важное. Дорогие друзья, еще раз очень структурально, Татьяна Генеш, директор по развитию холдинга эксперт групп. Контакты есть, друзья, Оксана, Алина, просто я думаю, что не будет лишним брать, напишите или позвоните, контакты есть, частные вопросы, Татьяна, думаю, с удовольствием на них ответят. Татьяна, спасибо вам огромное. Для меня два часа пролетели незаметно, было интересно. В ближайшее время на Прян.ру читайте отчет, можно будет посмотреть вебинар, мы его разделим на две части. Первая часть по недвижимости, вторая часть по переезду и по релокации бизнеса. Это будут два видео отдельных. В Телеграм-канале тоже все это будет. И что еще будет? Статья тоже будет, но статья чуть позже, где-то, думаю, в течение четырех-пяти дней мы ее тоже опубликуем, потому что материала много. Всем мира, всем добра, всем любви с наилучшими пожеланиями. Татьяна, еще раз спасибо вам огромное. Филипп, вам тоже огромное спасибо. Всей вашей команде спасибо, которая осталась за кадром, но с которой мы, собственно говоря, до выхода работали. Всем огромное спасибо. Всем, кто пришел, посвятил и выделил время на этот вебинар. Также огромное спасибо. Это очень ценно. Ну и всех жду в Турцию. Вас, Филипп, в том числе. Буду рада вас. Спасибо большое. Будем рады. Татьяна Динаш и Филипп Березин при Анру, недвижимые за рубежом. Следите за нашими обновлениями, за нашими вебинарами. И абсолютно убежден, что с Татьяной мы встретимся еще не раз в эфирах и на страницах нашего портала. Спасибо вам большое. Всем тепла и мира. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok